Приветствую, друзья! Вот я там рассказывал о том, что определился и проверил уже, и всем готов дать неисчерпаемый источник энергии. Но в этот момент мне приходит письмо о том, что упражнение Шалтай-Балтай, которое я раньше показывал и на бесплатных ликбезах, и показывал там в Ютуб-канале и на Телеграме. Записывайтесь, что там не записано, чтобы не пропустить новое. Вот посмотрите, мне написали, что вот эта Шалтай-Балтай, оказывается, есть в Цигуне тысячи лет. Ну, конечно, есть. Кто же против этого? Я же говорю о том, что... Во-первых, я рассказываю, на чем это основано. Вот это Шалтай-Балтай, когда дети стоят и вот так вот туда-сюда болтаются, на чем это основано. Во-вторых, в упражнении, которое я даю по методу Крюч, абсолютно другой вектор внимания. Есть и во всех методах мира. И в Йоге, и в Цигуне, и в Спасе, и в Джонке. Ну, много-много методов в мире существует. Конечно, конечно. Метод Ключ объясняет, что там происходит. И во-первых, и во-вторых, и в-третьих. Другой вектор внимания. Я хочу, чтобы вы это зафиксировали. В этот момент, когда человек делает, например, Шалтай-Балтай, или лыжника, или плавательные упражнения, или трясется там. О мандраже я потом расскажу. Это будет потрясающая новость. Об этом нервной шоке, нервной дрожи, об оцепенении. О желании бежать, о желании застыть, оцепенеть, скукожиться, вернуться к калачикам. Я всё это расскажу, что это инстинктивные действия, которые во благо нам. Но нам вообще-то никогда это не объясняли ни в какой школе. Кроме школы, человек, будучи хомофутурус. Что надо в этот момент делать, чтобы это действие инстинктивное использовать во благо. А не бороться с этим. Потому что, когда мы боремся с инстинктивными проявлениями, которые возникают в момент стресса, мы создаём высокое напряжение. А я как раз рассказываю, как это напряжение использовать в нужном для вас направлении. Поэтому у нас школа человек больше в хомофутурус, чтобы использовать энергию страха, боли, вообще любого стресса себе на пользу. В первую очередь для здоровья. Ну, конечно, для творчества. А не для выработки шаблонного мышления. Чтобы идти на поводу у кого-то. Ну, вот я об этом говорил, и вдруг опять то же самое. Так почему это происходит? Потому что мы все в эмоциональном интеллекте. Потому что мы все подвержены эмоциям. А когда мы в эмоциях, нам хочется самовыразиться. И этот стакан всё время переполнен. Надо немножко вылить. То есть разгрузиться, чтобы освободить место в голове, чтобы понимать и слышать собеседника. Об этом мы и будем делать завтра. Бесплатный ликбез очередной. Объявление будет. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok